которую менять не будем. Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать. И это не потому, что так мне захотелось. А фронтом не получится, дорогие мои. Фронта не получится, потому что мы в другой ситуации. И ресурсы у нас другие. Если Китай мог локализовать ситуацию и окружить её, и у них полтора триллиона золотовалютных резервов, и народ немножко другой, знаете, в каком смысле. Если Россия себе может позволить, и то, знаете, горячим, прикоснулись назад, прикоснулись назад, вроде бы закрыли Москву регион, а вроде бы и не закрыли, вроде увели карантин, а вроде бы нет. И это при тех огромных запасах, которые у неё есть. И то они понимают, что эти запасы могут исчезнуть за несколько месяцев. Поэтому экономика должна работать. И вообще надо думать, какую пользу принесёт вот это фронтальное наступление. Я считаю, никакой. Только вреда. Запереть людей в квартирах, как тут некоторые и в правительстве мне предлагали, ну, это дело одних суток. Завтра введём военных, ОМОНовцев мобилизуем. В течение суток никого не будет на улице. Это я вам гарантирую. Вы этого хотите? Вы считаете, что это метод борьбы с этим? Я считаю, нет. И потом, мы открытая страна. И открытая экономика, и общество у нас открытое, как бы мы ни пытались закрыться. И мы не можем фронтами идти с запада, и с востока на Минск, чтобы закрыть, изолировать, перевести всех на карантин. Мы этого сделать не сможем. Я вам говорю, как президент. Мы изначально избрали, и ВОЗ это одобрил, тактику борьбы очаговую. Немедленно были отданы команды, чтобы мы поставили людей в аэропортах и на границе. И мы увидели, что вирус этот был завозной. Поэтому нам надо было там проконтролировать ВОЗ этого вируса. И если бы мы тогда, это уже министр соглашается, не сделали это, и он предлагал это. Надо отдать должное. Если бы мы тогда не стали в аэропортах, на границе и прочее, контролировать людей, сортировать, а потом, как вы говорите, первого этого уровня, мы бы имели сегодня в стране пандемию. И не психоз бы имели, а реальное, материальное, бешеное. Я не говорю там больницы, а вот первого, второго уровня. Он нормальный. Один тест там, может, и второй сделали. Нет у него положительного теста. Зачем вы его там держите? Я просто публично вам говорю, чтобы вы понимали мое требование. Это, во-первых, не дешево. А во-вторых, не надо занимать эти места. Они, не дай бог, приводятся. Точно так и в больницах. Если вы видите, что человек нормальный, у него положительно нет теста, отрицательные показатели, не держите его там. Если вы хотите, давайте мы ужесточим требования к тем, которых вы из больницы и первого, второго уровня отправите на самоизоляцию. Потому что мы проверили. Однажды их отправили домой, но жесткого законодательства, законодательного акта нет, мы, по-моему, 400 человек дома не нашли с милицией. Вот мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет. Тебя отпустили домой с больницы? Они же все хотят пораньше уйти оттуда. Мы же их напугали так, что если он коронавирусник и в больницу попал, он уже себя похоронил. Это хуже, чем онкология для него. В сознании. День круга бить. Придут и ждали им. Смотрите, не говорите. Смотрите, не говорите, не говорите. Но потом мы не знаем. Роза будет наказывать, наказывать и страх будет. Злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит. Нищадно пил. Я не говорю, что там все мы понемножку страдаем этим делом. Поэтому надо заниматься своим здоровьем. Не думали об этом. Сегодня вроде бы спохватились. Поэтому не все плохо в связи с этим коронавирусом. Я всегда подчеркиваю две вещи. Первое. То, что мы наконец-то заставили наших уважаемых граждан мыть руки. Больше, чем два раза в день. Так было утром, так-сяк помыл. Ну и вечером перед сном. Сегодня уже моют почти каждый день. Уже у некоторых кожа облезла. Как у народа кажется. И второе. Для меня очень важно. Мы встряхнули нашу систему здравоохранения. И в этой ситуации я отслеживаю, вы даже не представляете, насколько я погружен в эту проблему. Я вижу узкие места в нашей системе здравоохранения. Ну, это я с министра и с вас спрошу, когда этот психоз закончится. И когда... ...без перчатки не выходи. Только магазин, аптеку необходимость только выходи. Без маски, без перчатки не выходи. Только магазин, аптеку необходимость только выходи. ...масок в частных аптеках. Где-то у врачей чего-то не хватает респиратора, перчаток, очков или же бахин каких-то. Ну, было. Недавно были такие случаи. Мы каждый день эту ситуацию мониторим. В том числе и в ваших больницах. Обеспеченность средствами защиты была на низком уровне, поэтому губернаторы, ваши помощники, ваша правая рука. Мы вот только что обсуждали. Есть еще проблемы, я их знаю. Я, премьер-министра, предупредил и правительство, если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает где-то в магазинах, аптеках или в больницах, особенно для защиты врачей, правительство не будет. Будут работать другие. Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Слушайте, маску эту несчастную не можем шить. Ну, ладно, не для врачей, но для населения в этих аптеках. Они же идут шерфами, закрываются некоторые люди, правильно делают. Ну, так неужели мы маску не можем с хлопчатобумажной тканью, с льняной какой-то шить? Уже вон Шерстнев начал в школах, школьники начали шить эти маски. Ну, а для врачей, так у нас же хватает и нормальных предприятий, которые шьют эти маски. Но говорить сегодня о том, что у нас где-то дефицит, это недопустимо. Поэтому, если есть где-то эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром к понедельнику должны эту проблему снять. То же самое, что по маскам. Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться. И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и на лимон, на чеснок и цибулю. Слушайте, лука у нас не хватает, а? Разбирайтесь!